Продолжение следует... Скажите, а вообще, как к вам пришла в голову идея создать проект Уфа-Лайф? Идея ко мне пришла еще летом. Помню, мы сидели с девчонками в кафе, пили кофе. Болтали, смеялись, и вдруг я поняла, почему бы не снять такой проект, такой сериал про девчонок в лайф-режиме, про то, как они веселятся и кутят. Вот, на самом деле, вот уфимскому телевидению не хватает какого-то драйва, энергии. И я ее воссоздала в этом проекте. Я рад, что принял участие в этом проекте, который начинался как попытка уйти от традиционной подачи рекламы, а со временем превратился в полноценный сериал о жизни двух девушек со своими проблемами, заботами. И они такие разные, они о чем-то мечтают, к чему-то стремятся, что-то у них получается, что-то нет. То, что со временем сериал вызвал интерес, кому-то он нравится, кого-то веселит, кого-то раздражает, говорит лишь о том, что авторы идеи проекта Марго и Карина попали, если и не в точку, то уж точно в запятую. Расскажите, почему вы начали работать над этим проектом? Начинал этот проект я. Вообще, как было дело? Подошли ко мне Марго, Карина и говорят, Коля, ну вот есть такая идея, мы вдвоем такие ходим по городу и рекламируем, ну, в салон. Я посидел, подумал, отлично, рассказали идею, называется. Ну, естественно, пришлось сесть с ними, втроем обсудили. Я сразу же накидал каких-то идей, накидали сценарий. Ну, и для предварительной оценки, конечно, бросили этот сценарий в Голливуд. Я сразу поняла, что этот проект будет пользоваться успехом. И, конечно же, предложила Евгения Машко. Ну, на самом деле, Евгения Машко, да, моя близкая подруга, попросила придумать какой-то, ну, такой драйв-проект, такой лайв, который бы взорвал Уфу, да, ну, какую-то гениальную такую идейку ей подкинуть. Ну, для меня это не проблема, на самом деле, я полна креативных идей, у меня куча мыслей. И, ну, придумала Уфа-Лайв. Расскажите о проекте Уфа-Лайв на вашем канале. Хорошо отношусь, проект нравится, девчонки молодцы. Ну, не актрисы, конечно, но и лучше на самом деле, потому что абсолютно новый формат для нашего города. Я думаю, что такого никто не делал. Я смотрю, мне нравится. Как вы сказали, Уфа-Лайв, у нас на канале нет такого проекта. А кто его ведет? Сценарий проекта Уфа-Лайв посмотрели сценаристы таких сериалов, как «Секс в большом городе», «Отчаянные домохозяйки», то есть, понимаете уровень, да? Как бы оценка была сразу очень положительная. Даже поступило предложение перекупить у нас проект сценарий, но мы сразу поняли, ну, мы подозревали, что идея, она сама по себе перспективна, поэтому, ну, как бы разговора о продаже даже не шло. В 2011 году я пришел на этот проект, заменив на месте главного деятеля этого проекта, Николая Федорова. В начале впервые я столкнулся с такой проблемой, что были просто неуправляемые ведущие. Вот, Карин, как всегда, пришли мальчику футболку приобрести, и как обычно наделись сами с ног до ног. Как обычно? Как, как? Она в разговорах о мужчинах нам еще фору даст. Такая. О, вот и она. Поймался, я ловил, поймался. Аж мне корму пробачу. Кстати, Марго, хотела предупредить. Не. Какой журнал, простите? Да, конечно, да, но вы же понимаете, что это не бесплатно. Да, конечно, я... Вы свяжитесь, пожалуйста, с секретарем. Я шагнула нечаянно вперед, меня перевесили тички. Да хорош вертеть паклями своими. Приготовились. Ждоблю. Да, быстро. Все, тихо. Пишем. Вы знаете, у меня появилось очень много поклонников. Цветы, подарки, смс. Ну, все это, конечно, надоедает, но тем не менее. Вы знаете, даже в Одноклассниках у меня прибавилось 3000 друзей. Это же кошмар просто. Я не успеваю отвечать на все вопросы. Проект, прежде всего, привлек меня своей некой сложностью в воплощении. Я даже знаю, что множество режиссеров отказались от съемок этого проекта, в числе которого такие именитые просто режиссеры, как Федор Бондарчук, Кирилл Серебренников. И даже я знаю, что Петр Бустав отказался от съемок проекта, и сейчас он снимает фильм про Владимира Высоткова. И я подумал то, что зачем выбирать легкие пути, когда можно попробовать поставить все с нуля, сделать какие-то свои визуальные ходы и внести что-то новенькое в очень интересный проект. В каждой серии у вас напряженные отношения с вашей партнершей Марго. Почему вы все время ее пытаетесь поддеть? Ну, у нас есть группа сценаристов, да, вы понимаете, мы все-таки серьезный канал, серьезный сериал, который имеет огромные бюджеты. И это прописано в сценарии. То есть, на самом деле, мы с Маргаритой, ну, в хороших отношениях, там, дружим иногда, ну, понимаете, работу, да, и обязывает, то есть за это я получаю гонорары, да, за это вот вся эта слава. Отношения очень даже хорошие. Мы часто ходим в кино, ходим по кафешкам, подкармливают постоянно. Ночи все хорошо. Гните кого-нибудь вилки, так, в руку. Это все, это в обед. Все, все. Чувак, ты за обед работаешь? На ее сейчас камеру так выключаешь. Все, спасибо. Расскажите о съемочном процессе проекта. Кто вас учил так свет ставить? Работать разучились, что ли? Сюда передвинь. Что там у вас? А, Николай Федоров. Буковки побольше, да, написали? Режиссер проекта. Проект Уфа Лайф – это что-то новое. Это не только новые лица, новое событие, жизнь с другой позиции. Это еще и новое техническое оборудование. Это отдельно привезенный, заказанный в Таланте свет. Представляете, сколько это стоит? Мы работаем. Я думаю, что вообще я очень люблю кино. Мы начали работать. И я принимал участие в работе над тремя сериями Уфа Лайфа. Это было в самом начале проекта. И если сейчас вы вдруг захотите пересмотреть эти первые серии проекта, конечно же, вы там найдете определенный неповторимый стиль. Ну, присущ только таким профессионалам, как я, конечно же. Вот буквально позавчера я пересмотрел фильм. Это монтажное оборудование 4К. И знаете, там была такая сцена, когда маленькие точечки так скапливаются вокруг стола. Это мощные компьютеры. Это люди, которые умеют работать с этим оборудованием. Сейчас я посматриваю на проект «Краем глаза». Я вижу, что там новые интересные находки. Сюжетные ходы, операторская работа, монтаж графиков, актерская игра. Этот проект родил за собой новые отношения и идею. В принципе, мне было интересно с ним работать. Но потом подошла ко мне лично Женя Машко и попросила заняться другим, более интересным, статусным, перспективным проектом. Ну, естественно, подошла ко мне, потому что, ну, как профессионал. Мое самолюбие было польщено, и я не смог ей отказать. Поэтому я переключился на другой проект, а Уфа-Лайф, он, ну, начал жить своей жизнью. Для вас, для телезрителей, это просто две девушки, которые идут в кадре. Для нас, для технического персонала, это огромное количество подсветителей. Вы же видите, как они движутся по коридору свадебного салона или еще что-то, и вы не видите теней под их бровями, у них ясно светятся глаза. И все это техническое оснащение. Мы очень благодарны всем нашим спонсорам, которые вкладывают в этот проект большие колоссальные деньги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!